Наверное, стоит сходить наверх и пос... А, наверх и не смогу сходить. Да, нахозли, что это за птица? Послушай, когда я посмотрела в лаптоп Дэвида, я нашла фотографию Рэйчела и Фрэнка. Они были больше, чем друзья. Конечно, нет, Макс. Она просто пыталась подразнить Фрэнка. Почему бы, если ты веришь в нее, почему бы нам не заехать в Фрэнку? У Фрэнка браслет Рэйчел. Что у него еще там может быть? Этот ублюдок ничего нет. Лучше ему ничего не иметь, ради его же блага. Давай проверим дверь. Фрэнк настолько иногда напивается, что он забывает закрытие. Могу верить, что ты тусил с ним. Больше не тусю. Нам нужно быть обычными ниндзя здесь. Черт. Вот план. Я пойду в закусочную и попробую отвлечь Фрэнка, что я ему... Что он платит, когда я ему отдам деньги. Зачем ты придешь туда и перемотаешь. Потом ты... Что ты сделаешь? И ключи там заберешь, и... Клоэ, я поняла. Я вернусь. Мой эпичный план пусть будет не таким крутым, как ты. Не такой, как твой. А я попытаюсь его течь. Теперь нужно идти быстрее и легкий путь, чтобы утащить ключи Фрэнка. Закрыто. Что ты делаешь? Я надеюсь, она найдет красивый чай, чтобы держать собаку. Сейчас идет кость, чтобы занять тебя собачку. Максим, папа здесь. Я нескоро смогу уступить в контакт. Я знаю, что твоя мама гордится за то, что ты спасла ту девочку, как и я. Мы не сомневаемся в том, что послали тебя в Блэкбелл, и то, что это была лучшая вещь, которую ты заслуживала. И то, что мы сделали. Мы гордимся за то, что ты... То, что мы можем читать о тебе в новостях и видеть видео о том, как ты выходишь с крыши с этой девушкой. Если ты хочешь вернуться назад домой, чтобы отдохнуть и, может быть, пойти в школу где-то здесь, дверь открыта. С любовью, папа. Спасибо, пап. Был здесь целый вихрь, на самом деле. Я не готова ехать сейчас домой. Погреб позже. Максосо. Максосо? Там откейт что-то? Макс, спасибо тебе от всего сердца, что ты смогла на меня дотянуться на этой крыше. Ты единственная, кто был из всей школы там для меня. Единственная, кто на самом деле был не наплевать. Я хочу верить в то, что ты дала мне надежду. Ты сделала много для этого. Мой отец благодарит тебя за это. Ты всегда будешь в наших молитвах. С любовью, твой друг Кейт. Эй, Кейт, я рада, что ты в порядке. Я скоро тебя навещу, как я смогу, обещаю. Короче, Кейт больше не вернется. Окей. Ха-ха, Уибор был просто потрясающий. Дежавю. Здесь пыль на пыли теперь. Смотри, на эти все эти флайеры. Грустно то, что никто их не считает. Почему птицы вези мертвые? Это так страшно. Франады, снегопады, эклипсисы. Теперь умные аммины. Ха-ха-ха. Теперь мертвые животные. Черт убери. Так, а что здесь нужно найти? Птица. Вот это что, я вообще хз? Ну, флаг какой-то зажеванный, да? Или что? Что? Я не хочу пойти таким путем. И... Окей. Доброе утро. Как рыба сегодня? Не спрашивай. Сначала снег, затем зажимы. Что, следующее торнадо? А-а-а... Смена климата? Ты не думаешь, что это смена климата или еще что-то еще? Климата, конечно, изменяется здесь. Видит, как Прескот... Видит, как на парковке что-то делает? Не единственный. Ты знал, что мы идем дальше, что происходит с рыбой в Аркаде Бэй. Я слишком ждал, чтобы об этом говорить. Увидимся. Детятка. Доброе утро. Не забывай. Я слышала, что что-то плохое произошло с рыбой в Аркаде Бэй. И, как ты это заметила, здесь нет рыбы в Аркаде Бэй. Что? Давай. Ну же. Вообще нет. Больше нет то, что стоит ловить и есть. Я не шучу. Даже блядые птицы умерли. О, боже мой. Но что... Извини. Не хочу об этом говорить. Увидимся. Я не хочу идти туда. То есть они юзают те же самые локации. Ну ладно. Вот это стрёмно. Так оминезно. Вопрос. Что вот это вот посередине? Это у неё глюки? Стойте. Я столько всего пропустил уже? Окей. Я, оказывается, столько всего пропустил. Нихера себе. Это странный глюк. Даже не глюк. Я столько фото пропустил? А что это могло быть тогда? Ну окей. Вот это я ещё подумал. Вот где они вдвоём стоят? Что это? Может мне стоило сфоткать их как-нибудь там, когда они стояли? Эх, неважно. Не стоило бежать в кабинет и смотреть саду лэптоп. Что вот это вот за флаг из-за птица? Просто не хотела фоткаться. Эх, неважно. Привет. Как вы? Эх, как вы? Я помню тебя. Макс. Могу я что-нибудь принести из столовой? Я слышал об этой девочке, которая почти что прыгнула с крыши Блэк Уэл. Рэйчел Кейп. А, нет. Рэйчел Кейп. Я думаю, что всё присоединяется к... к отсутствию Рэйчел Эмбер. Много что-то вещей в Рэйкете Бэй соединены с Рэйчел. Фрэнк? Фрэнк Бауэрр знал Рэйчел. Фрэнк Бауэр знал Рэйчел. Вы его видели? Я слышал, что он здесь сказал, что он пушку откуда-то код отбрал. Я даже не знаю, как вы до сих пор не арестовали. Хоже, ты знаешь больше, чем я, детка. Я просто думаю, что Аркеди Бэйл проблемы у неё есть. Может быть, ты скажешь мне, что ты скрываешь? Сказать правду, допустим. Я думаю, что я могу доверять вам так же, как Хлоя. И вы даже не подумайте, что я безумен. Слишком поздно меня, чтобы судить кого-нибудь. И вообще-то не безумно. Просто я хочу, что скажу это. У меня есть видение того, что Аркеди Бэйл уничтожит Торнадо. По-настоящему. Может быть. Плохой запах в воздухе на этой неделе. Спасибо, что предупредила Макс. То есть, мне пойти закусочную и что-то сделать? Нужно окей. Но я всё пошёл, чем можно. О, Господи, это очень смешно. Я буду стрелять. Супер-герой в сейф-суи... А, неважно. Понятно, нет, снова о ней. А вы, сударь, что не скажете? Эй, как дела? Эй. Пичи. Как там? Интервью закончено. Плохой день? Плохой день в офисе? Плохой день в офисе? Работы здесь нет, и у меня, вообще-то, есть счета, которые нужно оплатить. Хотел бы я уехать прямо из Аркадия Бэй? Весь город в дерьме. Снег, затмений. Теперь эта шлюха пытается суицид замутить. Может быть, ты должен уехать? Может быть, я хотел. Теперь это Рэйчел и что там хочет... Смотрите, в Лос-Анджелесе, в Визурие? Нет. Ты знал Рэйчел Эмбер? Можешь рассказать мне о ней? Нет. Господи. Может быть, ты найдешь настоящее вот место в домашней воде? Как ты видишь, как в Блэк-Вэлл? Конечно, Блэк-Вэлл что-то там катались тысяч... Что? Как я сказал, интервью закончено. Кстати, там можно сфоткать. Серьезно? Значит, позже? Это он, видимо, рассказал про свою машину 1977 Нитхэм. Вообще-то... Я хочу спросить тебя, а вот 1977 Нитхэм вот там вот крутит машина. А как ты вообще об этом узнала? Рэйчел Эмбер. Мой друг Рэйчел Эмбер сказал мне, что это крутая машина в городе. Потому что мне нравится фотографировать вытески грузовиков. Ты знала Рэйчел? Она точно знала, что ты о грузовиках или реальной работе? Ты тоже не знала? Только закусочной. Она просто хотела накопать золото. Она принадлежала Калифорнии. Ты знаешь, с этими... Ну, ты можешь фотографировать мой грузовик в любой момент. Давай. Короче говоря, он узнал о ней из закусочной и она там, в общем, хотела денег нажить себе. Ее хотим в Лос-Анджелес. Ну, это я замутил. Так, осталось, что еще? В любом, это все в этой локации. Вот это в закусочной по-любому, вот две. А где птица? Птица по-любому тоже здесь где-то. Птица! Живая! Одна! Любая птица! Сейчас, позвите, я еще раз все обегу и потом и зайдем внутрь. Вот, сто процентов, сто персентов, просто вот. 100% шур. Что происходит здесь? Сейчас, весь... Смотри, как эти птицы летят. Это трехкадровая анимация. Тиририририринь. Паля-ля-ля-ля-ля. Нет, судя по всему, мне нужно было сфотографировать ту птицу, которая была там. Потому что здесь эти птицы мертвы. Ну, как их сфотографировать? Я вроде стоял, стоял, стоял. Надо было, может, свет выключить или еще что? А, не важно. боже, бекон. Я готова снова поесть. Но мне нужны эти ключи от Фрэнка. Не важно мне, офицер. Я просто здесь, чтобы украсть ключи наркоторговцев. Нейтан имеет время достать наркотики у Фрэнка, потому что он был отчислил. Синяя слава рыбаков. Видит вкусненько, но мне сначала нужны ключи. Кейт должна была спрыгнуть. Ты должен был спрыгнуть, урод. Кейт, марш. Люблю тебя долго-долго. Седьмой знак. Море и небо. Что там? Окей. Черт. Что же тогда другие знаки? А, не могу прочитать. У тебя просто большие яйца, девчонка. Но ты тусишь с Хлоей и с пушками там, и ты вообще деваешь, как Рэйчел. Но это не делает тебя крутой. И чё тебе нахер надо? Хочешь сфотографировать меня? Если ты это сделаешь, я сломаю эту гребанную камеру. А ты знаешь, что это за одежда, Рэйчел? Потому что она выглядит прекрасно в них, а ты выглядишь как жопа. Ты вообще удача в том, что я забрал пушку тебе. А теперь бери ключи и давай пойдем отсюда. А он сказал, иди в жопу. или даже Нейтану. И потом поймем все Граундхогдэй на них, пока я получу информацию, которые мне нужны. Короче, говорит, может быть, стоит сказать об этом офицеру или даже Нейтану и потом поговорить ну понятно, да? Всю информацию, которая нужна взять. Давайте прольем это дело. Я хочу просто узнать, что произойдет, если это произойдет. Я тебя убью. А если это? Ты ешь к свиня. Попробуй с пола. Я ел эти... Эту еду. Ты бизон, что ли? Я ел эти бобы. Это было забавно. Окей, офицер. Может, с Нейтаном? Это супер Максин. Это твой новый ник повсюду в Бэйн. Извините, но ты заслужила. Мы все гордимся о том, что ты смогла Кейт. Спасибо, офицер Бэрри. Я просто была удачливой и пришла до вовремя. Кейт, как ты считаешь. Я рад, что ты представляешь Блэкфелл Академии. Страны города Кейт Марш Дэвид Мэдсон Следующее, что? Натан Прескотт Допустим, Дэвид Мэдсон Я полагаю, что Дэвид Мэдсон представляет Блэкфелл. Я полагаю, что Дэвид Мэдсон представляет Блэкфелл. Ненадолго. Мы все обождаем его за сервис, но он слишком уверен. Он уверен, что он мне и Клое. Это правда. Он говорит о том, что там украли пистолет. Я могу использовать информацию с Нейтаном и так далее. Что могу сделать для тебя, Макс? Натан Прескотт? Натан Прескотт представляет Блэкфелл. Ты знаешь, что Прескотт представляет? Они хотят захватить Аркадий Бэй? Ты не так уж далека от правды, Макс. Я слышал, что Прескотт работают над новыми сделками по большой земле. Мэр и Прескотт помогали моей семье какое-то время. Так что я заключил сделку с ними. Я не могу из него вырваться. Блин, если бы я смог переиграть свою жизнь, лучше мне свой прикончить завтрак. Что я могу сделать для тебя, Макс? Сделка с Прескоттом. Я слышал, что ты работаешь на семье Прескотта на этой стороне. Господи, неужели этот город не затыкается? Я не извиняю вас за экстраву работу. Я проверяю семью Прескотта, чтобы досверить с того, что все в порядке. Включай Нейтана. Будь тише, Макс. Что я могу сделать для тебя, Макс? Я думаю, Кейт Марш будет лицом Блэквелла некоторое время. И ты за то, что помогла. Это тот дух школы, который нам нужен. Странный город. Думаешь, Аркадия Бэй странный город? Я бы сказал, это нормальный город с нормальными проблемами. Хочешь даже думать об этом? А если поговорю, допустим, с... Окей, они говорят о погоде. Очень интересно, капец. Прям вот тащусь. Нет причин, чтобы идти сейчас. Нет причин, чтобы идти сейчас. Нет нужды, чтобы идти сейчас. Ага. Я подумал, что я могу поговорить с Хлоей. Рэйчел! Рэйчел! Что за говно? О, посмотрите, Макс Эммер. Хороший наряд. Спасибо, что меня отчислили за тебя. Представляете, что это публичное место? Вообще, то, что мы в публичной слове с публичной с полицейским должен навести себя подише. О, да? Ты не должна была рассказывать обо мне, директору. Так, окей, следующее. Информация копа. Это же то, что твой папа прятает местного копа, нанял местного копа, чтобы следить за тобой и кем-то еще, как прям нянька. Мой папа не нанимает, он имеет. Идти из Винни знает то, что за мной лучше не следить. Знаю, правда? Я надеюсь, то, что Фрэнк точно не захватит. Полагаю, скоро это случится. Он как-то странно относится к Рэйчел. А, забудьте, что ты об этом говорил. Серьезно. Теперь уйди от меня. и так далее. Короче, она сказала то, что мол, ну, у нее есть информация от копа, то, что папа не нанял, полицей сказал, чтобы он следил за ними, ну, и он сказал, мол, да не может быть. Потом Кейс сказал, мол, чувак, там, если у Фрэнка загребут, то по-любому, ты же, ну, короче говоря, что на этом покупает наркотики у Фрэнка, и поэтому Фрэнка загребут, и он это говорит, мол, Фрэнк там и так далее, скоро его по-любому загребут и так далее. Blood Oath. Я не знаю, что такое. Ну, видимо, как-то кровавая... кровавая связь, что ли? Кровная связь, может быть? Должен быть заткнуться о том, что... Blood Oath? Что за хрень? Я никогда не говорил об этом странном дерьме. Кроме того, все знают то, что Фрэнк лжец и лузер. Даже Рэйчел знала. И Рэйчел не тусила с ним больше, чем с тобой. И Рэйчел хотела вещи Фрэнка. Она давала ему сделать фотки. И как будто она любила его. Вот он, тупой. Нам вот следует, что такое Blood Oath, потому что... Рэйчел позволила взять Blood Oath Фрэнку. Надо посмотреть, что это такое. Это клятва на крови. И что тебе еще надо? Рэйчел Фрэнк. Я думаю, Фрэнк тебя и Рэйчел давала припасы на вечеринку. Больше, чем я. Я не волнуюсь. Как ты бы знал, Вирджин. Даже эта пига там знает, что Рэйчел больше с Фрэнком. Я имею в виду, не говори с дураком о том, дураком. Что-то я как-то заблудился здесь в тексте. В общем, о припасах для вечеринки что-то там Фрэнк давал, потом Рэйчел и так далее. Неважно. Наркотики на продажу. Слушай, Нейтан. Я все забираю то, что я сказала тебе, если сможешь меня свистить с Фрэнком. Знаешь, что я имею в виду? Ты выглядишь так, будто никогда я не брала даже спирин в рот. Так, думаешь, я ночью учусь? Делки нет? Иди к Фрэнку и прошепчи обучение и так далее. Короче, не хочет он свадить мне с Фрэнком? Твой отец. Твой папочка всегда будет тебя защищать и угрожать мне. Ты даже не знаешь ни хрена моем отце или обо мне. Никто не знает. Тогда скажи, что я должен знать. И что? Зачем? Как будто ты беспокоишься об этом. Может быть, я смогу помочь тебе? Ты не должен ничего делать, кроме того, чтобы держать подальше от меня. Теперь и уйди от меня. Кейт Марш? Полагаю, ты надеешься, что Кейт Марш будет тихой? И ты сказал, что? Ты ее накачал? Ты такая тупая, Макс. Ты думаешь, что такая умненькая? Ты не хочешь, чтобы я стал твоим врагом? Понятно? Успокойся, чувак. Мы в закусочной. Хорошо. И ты еще взрослый теперь. Я могу тебя засудить нахер. Что мне скажет, офицер, допустим, всю информацию, которую я раздабыл? Рэйчел и Фрэнк. Нейтан сказал, что Рэйчел Эмбер представляет Блэквелл с Фрэнком Бауэрсом. Бауэрс больше не студент. Он когда-то представлял одну сторону Аркадия Бэй. Я хочу, чтобы ты стоял от него подальше. Я слышал что-то, что Фрэнк Бауэрс и его пченка. Мальчик любит свою собаку. Особенно, когда собака твой личный бодигард. Жасно. Где он достал пченка? Фрэнк ставил ставки на бои собак. Он спас несколько собак. Одну составил себе. но он до сих пор странный чувак. Ты и Хлоя стоите от него подальше, хорошо? Все, больше ничего? Холи... по-моему, еще информацию раздобыл. Окей. Что теперь нахер? Спасение собак. Ты такой страшный, но... ты спас всех этих... пёсиков. Один. И я не представляю, как... Второй, кто тебе сказал об этом? Это потрясающая история. Могу я погладить собаку? Я могу забрать ее из своего трейля прямо сейчас. Я даже не дам тебе какашку ее подбирать. Кроме того... Тебе не нужен поводок. Ты хочешь эти ключи прямо здесь. Посмотри на свои глаза. Ты хуже, чем наркоман, Макс. Тебя даже не поправить. Я боюсь, что я должен взять твои ключи теперь. Урод. Ты же не сделал это только что, да? Дай мне мои ключи, сучка. Дай мне мои ключи. Блин. Клуба. Теперь возвращай к Клое. Подождите, я забрал ключи. А-а-а. Окей. Я там что-то как-то наперевел все криво, забейте. О-о-о. Баба-баба-баба, ее надо сфоткать. Мы ее всегда фоткаем. Ты хуже меня? Ты хуже меня? Алиса, смотри! Алиса, смотри! Что ты думаешь, Макс? Это было близко, Алиса. Хорошо, Макс, это третий раз, когда ты меня спасаешь. Ты, наверное, мой ангел. Не благодаря меня. Не благодаря меня. Я ничего особого не сделал. Ты спасла Кейт жизнь на этой крыше. Ты правда герой, Блэк Уолл, Макс? Мне просто везет. Если Кейт хотела спрыгнуть, она могла... Но она не сделала, потому что у нее есть друг, который о ней заботится. Надеюсь, все Блэк Уолл начнут заботиться только о друге. Макс, мы должны... Мы должны увидеться вместе в госпитале. Позже и поговорим об этом. Спасибо, Макс. Поговорим с тобой позже. Это странно. Короче, много чего там не перевел. Ну и насрать. Это печалька. Так, что мне еще нужно тут сделать? Что такое, ХЗ? Ну, видимо, как-то надо там было что-то сделать, вот когда там... Вот это там... Двое стояли на кухне. У Хлои дома. Я должен знать... Потрясающий Спайдер Макс. Я не могла бы сделать это без Фрэнка. Теперь давайте выйдем и выйдем. Тебе нужно это, Макс. Тебе нужно это, Макс. На твой марк. Готовься. Отправь! На парковку. Пришли, пришли, Блэк. Я думаю, мы просто сделали этого птица нашу птица. Мы только что сделали эту собаку нашей сучкой. Поняла? Теперь она может быть там, сидеть и втихать. Но давай не будем тратить время. Зря. Собачка занята теперь, но она... Но он может вернуться. Она... Он... Она... Они... Черт. Я думал, моя комната... Кусок дерьма. Ты не страшный наркоторговец. У Фрэнка проблема. Он не странный, не страшный. По крайней мере, до того момента, пока я не увидела его с браслетом Рэйчел. Мы можем здесь повсюду ехать в этом трейлере. Ты веришь, что мы поближе где-нибудь едем в этой штуке? Да, мы бы шоссе просто разрывали. И ты дашь мне поводить, как будто ты дала меня поцеловать? Нам нужны подсказки насчет Рэйчел. Я знаю. Просто... Я знаю. Просто сплю. Я просто сплю на его, она сказала. Ты тут... Осмотри все, а я проверю его компьютер. Фрэнк просто создан для того, чтобы быть хордером на ТВ. Это место просто ужасно. Наверное, у Фрэнка должны быть причины, чтобы здесь полицейский радар был включен. Было так круто забрать эту детку на дорогу вместе с Хлоей. Полагаю, собачке нравится больше его кость. Помпиду? Помпиду? Серьезно? Это классное имя. Пушка Хлоя. Нужна или отдать ей ее назад? Не, оставь пушку. Я могу об этом сожалеть, но я не могу позволить Хлое кого-то навредить. Или чтобы ей навредили. Приза здесь нет. Радо видеть то, что у Фрэнка здесь нож валяется. Конечно, Фрэнк получит манчей. Окей, неважно. Фрэнк должен потратить все его драга на баках. Реклама, чувак. Найдет. Я рад, что Фрэнк воспринимает что-то здесь, с респектом. Как кто-нибудь может жить вот так? Это для Фрэнка или он продает их или оба варианта? Жаль, что у меня нет колеса расшифровальщика языка Фрэнка. А Хлоя говорит, что плохое здесь Wi-Fi и целыми днями нужно загружать порно. Ууу, Фрэнк стэш. Ууу, все что... А, сокровища Фрэнка. Сыла. Больше секретов. Больше секретов нет. Вот, как мне фотографию сделать, смотрите. Что он делает с этим собаком? Ох, прекратите. Это даже мило, когда Фрэнк позирует здесь со своей собакой. Я могла с нужным инструментом отодвинуть это. Эм, вентиляционную. Херню. А бизнес, что Фрэнк пойдет онлайн? Это экстремальный, ээээ, экстремальная зажигалочка. Хорошо, эта вентиляция отходит. Мне нужно чем-то ее открыть. Это почти такая же хорошая вещь, как и набор ключей. Моя лезвие открывает любой портал. О, боже, Рэйчел и собака Фрэнка. Я не знаю, если я должен быть тронутой или меня должно быть плохо. Фрэнк и Би, надеюсь ты читаешь это, надеюсь ты, это первое что ты читаешь этим утром, извини, а последней ночи я был ла монструозной сукой и на тебя разозлилась и бедного Пумпиду. Здесь много странного дерьма происходило в моей жизни и иногда я чувствую то, что я никогда не выберусь из к тебе и спасибо Господу за тебя или просто спасибо тебе. Ты одна из лучших вещей, которые у меня есть и я улыбаюсь, когда я думаю о нас вместе, давай просто уедем отсюда навсегда. Всегда люблю тебя, с любовью Рэйчел Энбер. Рада то, что Рэйчел поводила эту машину. Она выглядит счастливой. Рэйчел правда тусила вместе с Фрэнком? Я узнаю о Рэйчел больше, чем я хочу знать. Проблемы в раю. Проблемы в раю? Фрэнк, было не круто то, что ты сделал и не обвиняй в этом наркотики. Ты испугал меня и я думал на то, что ты не остынешь. Я никогда тебя не видел, что ты так себя вел и в следующий раз будет последним. Я Лео и мы не смотрим за ней знать, что такое я Лео. Я беспокоюсь о тебе, нас, так что мы должны эту рутину сломить. Это мне плохо, когда Рэйчел позировал для Фрэнка. Рэйчел мне врала в лицо, потому что она не хотела, чтобы ты так отреагировала. Почему все меня в моей жизни подводят, мой папа подводят, ты уходишь на годы, теперь моя мать вышла за этого дебила, теперь Рэйчел меня предала. Хлой, Рэйчел пропала. Никто тебя не предал. Дерьмо. Ты защитила этого ублюдка, моего отца, отчима. Рэйчел, Рэйчел, Рэйчел. Клоэ, ты не можешь обвинять меня и всех за все, что произошло не так в твоей жизни. Так нечестно. Я должна обвинять кого-то. Или в любом случае это все моя вина, в жопу это все. Рэйчел и Фрэнк? Теперь это и вина Рэйчел тоже? Черт, она трахалась этим Фрэнком, эта сука ворала мне прямо в лицо, Макс. Я не могу доверять больше никому снова. Все притворяют то, что они заботятся о мне, а на самом деле нет. Даже ты. Клоэй Прайс. Лучше забери это назад. Прямо сейчас. Хорошо. Но ты не понимаешь. Это как быть униженной всей вселенной. И кого ты хочешь обвинять? Конечно моего отца. Алло? На... На... Дэвида? У меняешь Дэвида? Я сказал моего отца. Моего настоящего отца. Которого убили ни за что. Ни за этого урода для Джойса. Джойс. Флой, твой пап не выбирал, чтобы уйти от тебя. Я знаю, Макс. Моя мама обвиняет себя. Потому что она хотела поехать назад с работы. Даже я иногда обвиняю ее. Да, Макс, я обвиняю себя. Ты знаешь, что твой... Как это... Что твой отец не приходит домой, когда он должен? Конечно не знаю. Но я был с тобой в тот день. Это был просто ужасный несчастный случай. Но после того, как он умер, я чувствовал себя лучше. Но с того самого момента вся моя жизнь скатилась в говно. Эээ... Но ты до сих пор здесь? Ты не хочешь услышать, но ты сих пор здесь. Жива. Со мной. И это не несчастный случай. Я не хочу услышать это. Хлоэ... Я не хочу это слушать. Хлоэ, я не смогу сделать это самостоятельно. Мне нужна ты. И Рэйчел тебя нуждается. Там не несчастный случай последний, надо было сказать. А просто... Эээ... Не... Случайно просто. Ну вы поняли. Тоba! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...